Я всегда восхищала вот эта твоя проводимость, и с вот этого пиздец наху блять, раз и что-то вырастает, да, потому что вот смотришь, может, как все запутано, никуда не понятно, а потом терак, одного вытащили, второго вытащили, тут поставили, вроде как все рассосалось, и все же друг друга любят. Хотела бы поблагодарить Юлю, конечно, удача готова за это место, и отметить три расстановки, потому что я в этот раз сказала, что для меня больше ценностей именно в этих расстановках, почему-то другие расстановки, прошли, понятно, нет других расстановок, но для меня расстановка, не буду говорить, своя, да, потому что для меня это супер прям расширение сознания, когда есть пиздец, а реально этот пиздец можно посмотреть как на ресурс, даже такой пиздец проявить вообще в другой ресурс. Второе, это твое про возраст, меня прям тоже на эту тему расшатало, про уместность, про принятие жизни не там бабушки 50, 50, 70, 80 летом, да, а жизни из здоровья, красоты, интереса, да, уместного. И третья расстановка, а вот, третья расстановка, это про сестру, потому что я увидела здесь, насколько действительно можно сидеть с утра до вечера и пиздец страдать, потом вроде как решить вопрос, но сегодня с утра еще нашли, ладно, это мы решили, но у меня еще есть зачем, потому что оказывается я жила в другой квартире, там, без других жителей, и то есть вот уже найдено решение, а все равно вот продолжать копаться, 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 хотя по факту можно просто взять, осознать, перевернуть и все, и пройти дальше. Все, я с этим все поняла, так было, прошлое, до свидания, поехали дальше. Вот, эти три расстановки я хотела тоже вас отдельно прям на это супер поблагодарить. На самом деле, я вам так скажу, Игорь, у меня это от тебя отдельная большая благодарность, потому что Игорь еще в перерывах где-то меня дотягивал, поэтому... Прими благодарность, мать. Во-первых, спасибо тебе, конечно, за это такое комфортное путешествие в себя, потому что несмотря на то, что супруга моя рассказывала, конечно, все это более... Жестким? Да, жестким, то есть я так это последние дни готовился, немножко внутри как-то собирал силы, вот, но это казалось намного более комфортным, и при этом достаточно глубоким для того, чтобы эти изменения спустились. Очень много того, что сейчас в работе, и то, что я на своей расстановке вытащил, и то, что вытащил благодаря вам, ребят, за что вам отдельное спасибо, и каждый из вас не то, что зеркало, а какой-то аватар моей части, вот, особенно баба Нина, конечно, у меня что-то нелостижимое для них. Такое, в запаснике в моем сохраненном, вот. Спасибо тебе за это, дорогая, за твою работу. Спасибо, что доехал, благодарю тебе. В общем, знаешь как, у меня вот этот вот, вот этот прикен стал такой немножко, я как бы подлила черту, потому что в Стамбуле я была первый раз, ну, вот в каком-то здесь, какой-то предложительном процессе. И, ну, это реально событие, которое разделило мою жизнь на то и после. Я, знаешь, типа, пофиг на результаты клиентов, но... Мне не пофиг на результаты клиентов. Ну, короче... На процессе. В общем, вот мне реально, знаешь, мне прям хочется этим делиться. Я сейчас попробую это все в конкретные результаты. Я тоже люблю там в деньгах, в клиентах. Ну, про мои клиенты ты знаешь, там, про расстановки весь с утра. И ты тут с расстановками, которые встречаются, включая, когда не планировал. Ну, да, как расстановщик, я сейчас воскрепляю у тех клиентов, у той аудитории, которая у меня есть, была. И буди реально, и будь, и я понимаю, что они идут... Ну, чего там расстановщик два месяца, ну, вот так, если по-серьезки, понимаешь, как бы, то есть, как бы, как будто бы экспертизы мало, но люди приходят, вот, как будто бы на то, когда я встала, благодаря тому проходу, который ты мне показала, как можно идти просто делать. Если, как бы, Богу это надо, то у тебя все получится, вот у меня почему-то получается, и это, вот, про вот, про экспертность. Вот, знаешь, наверное, самые главные бонусы я получила, как личность. И если вспомнить Стамбул, ну, как бы, я вот даже по фигурам смотрю. Ну, я не знаю, ты видела меня в коле в Стамбуле, это был привет. Ученько. Я, ну, реально, ребят, я стояла то говном, я реально стояла какашками. Помнишь, у меня? Ну, да, там, мамками, какими-то, блин, инвалидами, ну, просто какая-то дичь была. Реально, я стояла вот реально какой-то фигурный. И я просто сейчас вижу, что я все три дня, ребят, я, ну, просто, ну, реально, правда, очень признательная, понимаешь, что как-то так работает поле. Но я стояла охерительными фигурами. С всякими дьяволами, лилитками, бизнесами, миллионами. Ну, то есть, для меня это просто то, знаешь, я же все это время тоже работаю. Я просто вижу, что тот уровень энергии и моих проходов, которые были в магии, вообще не сознательно. Я хочу сказать, что я сейчас прошло просто два месяца. И у меня ощущение, что я просто перманентно, короче, живу во всех временах в пространстве. С этим я еще пока пытаюсь, ну, как бы я лучше сейчас, вообще-то, жить в целом. Ну, это очень приятно. И у меня большие изменения, конечно, на отношениях в пространстве. Потому что сегодня, сегодня ко мне сюда приехал муж. Надо понимать, мой муж просто, он очень астетичный. Человек для него плохая. Вот на вот эти все, там, какие-то подарки, там, цветы, вот эти, как-то там, что-то. Он приехал, придется мне, понимаешь, себя тыдать, что-то там взял в машину. Это вообще не про него. Сейчас я понимаю, что вы не понимаете, почему это так важно, но это, поверьте, это важно. То есть я реально понимаю, что я что-то такое сейчас создаю. Вот чем понимают, что я что-то сейчас такое в своем пути, в пути белом. И, как бы, тем, какая я становлюсь от того, что как-то меняется в пространстве. И астролог был один, как бы, у него представляет, когда я делала, что в этом году ты можешь встретить своего духовного учителя. И у меня был такой задумок, я вообще не понимала, как-то, что... Так, какой без экзальтации. Я тоже вижу, Юль, я смотрю в это. Я вообще не духовный учитель. Я не знаю. Я просто... Я тоже вижу, что у меня там, знаешь, вот это... Я же мама еще очень, ну, как бы, я с мамой у меня такая. Я такая, знаешь, периодически сметяну. Я только вижу, смотрю, вот это, да, что, поспокойнее. Вот, но я просто вижу, короче, не знаю. Сиди ветров, проводнику, все это убедило, что должно было со мной в этом году произойти. А я реально последние полгода лежала в ее школе. Я не работала в полгода. Вообще, приехала в Стамбу, меня там просто поэкономию такое у меня запустило. И вообще, то, как я сейчас себя ощущаю, мир ощущаю. Я вот сегодня стою, у меня там подружки меня просто любят за любью, вот, поздравляют. Ну, я ежедневно лежит, приехала. Тут вот все вы, вот эти цветы. Это расстановка просто у меня. У меня ощущение, что просто, знаешь, я бы реально думала, блин, я что-то очень правильно делаю. И это, ну, правда, это во многом, это сильно благодаря нашей встрече и тому, что я, ну, как-то в твоем поле. И когда мы начинали эту работу, я тебе говорю, я не знаю, что приехала, я просто приехала бы здесь. Я не знаю, что будет. Я даже не знаю, пусть и просто. Это просто не важно. Конечно, это было очень мышно. И я знаю, что, ну, меня ждет какой-то вообще. Таким-то темный год. Спасибо. С днем рождения. Юречка, ну, я тебя благодарю. У меня было очень мощное, большое путешествие. Оно началось немножко даже раньше. Я тебе благодарна за то, что я прошла в свои большие страхи. Действительно, страхи, которые, как говорится, у меня были. Эти невероятные путешествия. Это невероятное преодоление себя в этом поле, в этом невероятном месте. Я благодарю тебя просто невероятно. Все поле, которое здесь, потому что он никогда не собирается просто так. Ну, таких совпадений, как в этом поле, я давно не помню. Просто вот взумная любовь, благодарность вот за то, что я стала другой, и я уже не буду прежней. Спасибо. Познакомилась? Нет. Потому что, ну, это вот там вот первая моя остановка была. Вообще, ну, я не особо там слежу за инстаграмом и всем прочим. Соответственно, за тобой тоже был, но как оказалось, ты здесь тоже классно. Я очень рада, что вы познакомились. Хочется сказать тебе спасибо. Тебе тоже хочется сказать спасибо за то, что здесь вот так классно было организовано. Что я обрела. Наверное, мне стало поспокойнее. Мне сейчас это очень важно. Ушло много тревожностей. И это и за счет моей расстановки, и за счет расстановок других, да. Ушло много тревожностей. Также я увидела очень много ценностей в тех моментах жизни, да, которые даже, казалось бы, у меня там не касаются где-то. После наших трех дней я во многих моментах увидела важность, ценность и, ну, уверенно, что в дальнейшем я буду на это обращать внимание больше, чем, допустим, делала в техниках. Появилась такая, ну, большая ценность семьи. Так, мы много про это говорили. Семьи именно, ну, как такой, не только в рамках там муж, дочка, да, там дети, а вообще в целом рода. То есть я до этого знала, что это очень крутой ресурс, но тут как будто бы я это по-новому ощутила и начинаю проживать. Как-то здесь у меня должно это сделать. Вот. И вот еще, что важно хотела сказать. Я обычно, ну, я, да, часто в какие-то опыты, да, иду, и я всегда знаю, что это как-то тяжело, сложно, да, что, ну, всегда есть такое некое переживание, что будет, через это прям надо пройти. А тут было так весело. Просто, ну, это было, ну, это, наверное, впервые можно просто соединить, там, глубокие трансформации, да, и какая-то легкость, веселье, да. Это очень важно. Для меня это вообще новое что-то. То есть для меня мы, ну, как будто, а что, так можно было? Вот, и когда ты сказала, что ты, там, это первая остановка, где-то там отдохнула, да, мне кажется, это мы в первый день задали вот это вот, что надо жить в кайф, надо кайфовать, это наша цель, кайфовать. И навсегда ей останешься, я вообще до тебя не знала, что такое расстановки. И, знаешь, вот фильм есть такой прекрасный, ну, там фраза начинается с фразы, все истинное приходит без усилий, остается с тобой навсегда. Я за тобой не наблюдала, я тебя не знала. Ты с такой легкостью оказалась в моей жизни, или я оказалась в твоем поле, я не знаю, ли ты в моем. Вот, потом все так сложилось, что я оказалась здесь, хотя я к этому тоже не стремилась. Вот, я считаю, что это истинное. Тебя больно привел. И я рада, что он меня привел. Я обязательно поделюсь с тобой всем. Я рада, что я здесь. Вот, я рада, что ты напротив. Это было просто круто, феерично. Такой взрыв мозга, истры, радуги и звезды. Спасибо тебе большое. Большое-большое спасибо, потому что, блин, вообще удивительно, потому что получается, что мне же Оля очень много про тебя рассказывала. Потом я была у тебя на индивидуальной расстановке, но я, ну, как-то забыла вообще. А потом ты выступала у меня в клубе, ну, там ты, если бы, даже несколько каких-то там читала эфиров, лекций. Ну, и у меня как бы клуб, получается, жужжит. Потом, что, да, вот это там вообще. Ну, они обсуждают, обсуждают. И как раз, ну, я начиталась их. И тут как раз мы, ну, как бы, собрались на Алтай. И так совпадает, что как раз эти расстановки на Алтае. Я начиталась, ну, блин, эфиренно поеду. И вот, ну, все удивительно так сложилось. Потому что, ну, мне кажется, вообще не было ни одной расстановки, чтобы я что-то не достала себе. И вот, как Оля сказала, то, что намного, ну, даже где-то, получается, чужие расстановки были даже больше про меня, чем как будто бы моя собственная. Ну, так, наверное, мозгу легче заходит, и все укладывается хорошо. Вот, большое тебе спасибо. Я поражена твоим потоком внутренним. Это прям на самом деле завораживает. Понятно, что ты слишком шикаришь, но все равно это очень круто. Ты же вчера стояла в моем канале. Да. Ты говорила, что мы еще не можем. Да, да. И для меня это тоже было так, ну, очень важно, наверное, здесь оказаться. Потому что, ну, я сама учу других. И это тоже очень похожая какая-то энергия, ну, само состояние. Я так, ну, блин, как здорово, нужно это просто дальше прокачивать. Спасибо. Всем большое. У меня, наверное, слов не хватит, а выразить благодарность и то, что я сейчас испытываю. Очень откликнулось то, что сказала Лена. Вот, Лена. О том, что если я здесь присутствую, то, наверное, это точно кому-то нужно. Но в моем случае это сто процентов. Потому что то, как я здесь очутилась, это, естественно, какое-то правду чудо. Если даже ты не помнишь, что произошло. Да, Виняка Лена Грюновская тебя сюда отправила. Да, 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 да. И я даже не знаю, как это все разместить. Я хочу сказать огромное спасибо этому пространству, которое создаешь ты. И вот, ну, правда, за эти три дня, это, вот, я не знаю, три жизни. Вот, от рождения до смерти, от рождения до смерти. Вот сколько нас тут 20 человек, да, то есть прожила я 20 жизней. Что-то хочется еще говорить, но вот таких вот, наверное, слов невозможно подобрать. Поэтому я очень благодарю тебя, я благодарю хозяев этого места. Хочется сказать, что я благодарю хозяев места видимых и невидимых. Те, которые позволили нам это сегодня сделать. И всех-всех-всех, кто здесь присутствовал и создавал единый организм. Вот. И, естественно, душе, которая нас всех сюда привела. Юль, спасибо тебе огромное. Ну, кажется, год назад лучшее, что случилось, это вот то, что я какой-то, не понятно, я не знаю, как. Оказалось у тебя. Да, и оказалось у тебя. Я чувствую, как за этот год, ну, я какая-то вообще другая. То есть это, ну, это просто вот до и после, на самом деле. И то, что я начала сама работать с людьми. То есть это как-то так классно простраивается, потому что год назад я... Ну, это были какие-то мысли, которые я, ну, как-то так сдала от себя, потому что вроде бы это вообще такое, ну, вроде никак не моё. Ну, ну, то есть я даже не предполагала, что я настолько... Ну, как-то это всплыла тогда на расстановке, и, ну, вообще, ну, и это, в самом деле, тут пласт трансформации. Потому что, с одной стороны, это внутри меня изменения, а с другой стороны, это очень мощные изменения и внутри моей семьи. Потому что, если бы мне кто-то год назад сказал, что я буду, там, читать свои тренинги, и, там, ну, работать с людьми, и от этого так кайфовать, и, там, ну, я бы маловероятно, что я поверила, ну, так, типа, ну, какие, там, на уровне бренда, так, что так. Вот, и у меня очень круто построили... Ну, я, конечно, я хочу ещё включать, но у меня очень классно, классно изменились отношения с мужем. У меня прям по-другому выстроились отношения с детьми. Это прям... Вау. Это просто красавище. И я не знала, зачем. Я чувствовала, что мне надо налтать. Я не могла себе объяснить, зачем, вот, до конца. Ну, вот, что вот... Ну, то есть я поняла, что мне это нужно, важно, и что-то будет классно. И я даже, когда запрос сформировала, то есть я даже там не могла до конца объяснить, что должно такое перечелкнуть. И перечелкнула, ну, вот, не вчера, там, даже в моей мировой расстановке, а сегодня. И я поняла, что это вот была, как раз, моя история пропала. Ну, вот, хотя, ну, как-то встроилась, причем встроилась в тот момент, когда мне вообще все легко. Я благодарю, это очень круто. Благодарю. Знаете, когда вы что-то там в себе сомневаетесь или в своих целях, или в чем-то еще, знаете, что на свете есть человек, который в вас очень верит. Я реально верю, что на свете возможно вообще все. И возглавить МГУ возможно. Возможно. Ну, реально возможно. И стать президентом возможно. Я верю вот в каждого из вас, потому что вы все части Бога. Ну, правда. Вот, если вам что-то не то, я не смогу с сестрой помириться. Это все возможно. У меня, ну, все возможно вообще. Ну, то есть я человек, который точно верит, что у вас все получится. Это же мой не первый выездной тренинг. И что самое важное, за эти пять месяцев я четко увидела, что у меня постепенно произошло очень много важных изменений. И первое, как только я вернулась с Египта, первый же месяц работы, все, кто меня окружает, то есть мои подруги, команда моя, мои клиенты, они все сказали, блин, тебе что-то очень сильно изменилось, ты какая-то другая стала, какая-то, не знаю, более мощная, что ли, сильная. Ну, вот они постоянно мне говорили примерно одинаковые слова. И это было очень интересно наблюдать. Что важно, в материи, соответственно, да, в реальной жизни я стала совершать действия, действия, которые были осмыслены с ясностью, с пониманием, почему я это делаю, зачем. И, приехав сюда сейчас, у меня был запрос «мама», «сестра», вот эта вся история. Я просто поняла, что весь тренинг для меня. Собственно, каждая расстановка, она настолько достраивала то, что мне было нужно, правильно говоря, девочки, да, то есть практически каждая, она очень-очень мне резонировала, и это было очень ценно. Спасибо каждому из вас за ваши запросы, за ваши работы. И что хочу сказать про свою расстановку? Ну, у меня, как всегда, моя расстановка какая-то, я каждый раз сяду, думаю, мне какую-то херню несу, вообще не понимаю, что происходит, потом выхожу, мне кажется, все было плохо. Мне кажется, Юля просто меня поругала чуть-чуть, но самое интересное, что проходит время, и я как раз вижу вот эти результаты, то есть уже в будущем, и это для меня более ценно. То есть сейчас, сидя здесь, я поняла, что ты человек, который реально соединяет мою семью, ну, по крайней мере, то есть ты тот человек, который... Ничего я не соединяю! Который меня направляет... Сомма соединяй свою семью, я не хочу с твоей сестрой быть знакома. Нет, который соединяет, который дает мне энергию на то, чтобы я это делала, понимаешь? Сложно, я люблю. Случились отношения там с мамой, еще что-то, да, сейчас, допустим, с сестрой. Я уже сказала, что реально я приехала сюда для того, чтобы ты мне вот здесь рядом со мной сиди сказала, напиши это сообщение. Я не знаю, написала бы я его, когда, и когда бы я это сделала. То есть только времени вообще я на это решалась, и это правда очень ценно. Потому что вот, как сказала Таня, я это здесь уже, наконец, уже, мне кажется, грузила, что семья – самое ценное, самое важное. Вот эти люди, самые близкие. Если там все хорошо, то все остальное тоже сложится. Благодарю тебя. Когда мы строим базовую систему, остальные системы автоматом достраиваются. А базовая система – это семья. Ну, потому что это трехмерный мир, базовая система. Остальное оно само подтянется. Неделя, когда у меня в этом году спросили, какое самое важное событие было в моей жизни. В этом году я сказала расстановки. Вот в мае, когда я первый раз приехала, и просто я ощутила, что это, и все начало меняться в жизни. И именно я пришла с запросом тогда на систему в бизнесе, а вышло так, что она начала простраивать бывшие, прошлые отношения с первым мужем, со вторым. Я поняла, что бизнес – это все второстепенно, что первое – это вот любовь, которую ты изучаешь, и вообще вот семья. Вот, и начала налаживаться со свекровью отношения с детьми, с мужем, с бывшим. И потом пошло и в бизнесе, все хорошо, все классно. И вот сейчас, кстати, мне написали, что меня приглашают на выставки в Крокусе, экспо участвовать. Я так поняла, что это связано все. Ну, как оно? Это сейчас все происходит. Я тебя благодарю за это все. На самом деле, это чудеса. Я вижу свои трансформации, вот в каждой абсолютно расстановке. Вообще людям здесь, которые присутствуют, каждый просто огромное такое поле любви я испытала. Прям вообще безумно благодарю. И кайф и удовольствие. Ты показываешь так, что можно действительно быть любой. Вот не стесняться своих родственников, вот этих, да, вот, которых я всю жизнь пыталась вытеснить. А тут вот как это проявилось, я увидела, что, ну, это есть, это гордость. И вот ты это все показываешь, тебе огромное спасибо. Можно бесконечно говорить то, что, да, ты меняешь жизнь. Меняется моя жизнь, моих детей, мужа, моей бизнес-структуры. И клиенты даже притягиваются другие. Я тебя благодарю и желаю тебе искренне женского счастья. Вот прям любви, 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 любви. Прям вот. Спасибо большое. Спасибо. Так, добрый вечер. Я очень хотела поехать в баню. В баню? Это волшебным образом, баня отменяется, и я приезжаю на... Это хорошая замена. Все ли мы можем успеть в баню сходить? Мне так хотелось. Я столько видела видео, там так здорово, такая атмосфера. И вот я вижу, баня у нас присутствует, да, но эта баня для меня, это какое-то волшебство, которое гораздо круче, чем я себе какие-то иллюзии настроила. И хоть я не приехала заказчиком, но я в каждом разборе увидела, что это все для меня. Юля, спасибо большое. Каждый разбор, спасибо всему Колю, это все для меня. Да потому что почему? Потому что мы херачили мамку. У нас на самом деле выездной тут посвящен маме и системе. Ну, глобально. Понятно, что папа там догонял, но глобально выездной можно было назвать мать. Мать наша. Мать ваша. Приезжайте к нам, у нас очень интересно. Юля, ну мы с тобой познакомились полгода назад, получается, это была весна. Но у меня, конечно, случилось очень много всего, и у меня такой скачок вообще, в принципе, во всем. Ты купила пять квартир с тех пор. Да? Ну да, ну... Приходите к нам, будете покупать опять квартир за полгода. И это, конечно, благодаря, наверное, вообще у меня появилась какая-то и уверенность, и какая-то мощь. И я вообще как-то вот хотела тебя даже назвать своим учителем. Потому что я, когда я встретила тебя в марте и поехала сюда, еди, я думаю... Ну и когда ехала, думаю, нет, я, наверное, не выдержу вот этот темп, потому что я совсем другая, да, по натуре. И как-то... Ну мы познакомились через Лену Блиновскую, и я, конечно, ей очень благодарна за это знакомство и вообще за все, что... И еду, и мы приезжаем сюда с сыном в отель. И у меня первая мысль, интересно, а где ты живешь? Ну, наверное, точно, даже не здесь. Вот не здесь, а где-то, наверное, у тебя какой-нибудь дом снят. Дворец, дворец. То есть у меня было такое ощущение. Мы ложимся спать, и отслышимость в номере. Ну все, мы все легли, стыдим все. Я слышу твой голос, ты что-то с кем-то там рассказываешь кому-то что-то. Я в шоке, у меня какой-то... Я твой голос слышу. То есть я думаю, и мы с тобой, получается, что спим, просто нас разделяет стена. У меня просто... Я думаю, ну я не вытяну эту энергетику. Я вообще не думаю, ну я рядом с тобой сплю. То есть для меня это был какой-то разрыв очень чёток. Юля, мне кажется, это много кориц на тренинге. Соседний номер с Юлей Хадарцевой. Ну и самое главное, вот две ночи мы вместе, да, ночуем. Не, вы понимаете, мы живые мужика не могу найти, они все со мной спят. Ну я так вообще не спала, я даже не помню. И мой ребенок тоже. Я просыпаюсь, у меня такие сны, то есть видимо такая аура и такая энергетика, что я тебе просто благодарна за прекрасный сон на Алтае. Здесь спала Юля Хадарцева. Х8. Ну знаешь, и что мне ещё стало радостно, когда ты сегодня сказала, что я приостанавливаюсь немножко, я как-то восстановлюсь более там какой-то вот, ну как ты сейчас сказала, элитный, да, или как... Ты сейчас понимаешь, что вот это вот, и мне это так откликнулось, я прям вот вообще думаю об этом, думаю, господи, хоть бы получилось, потому что, ну тогда будет другой уровень, и как бы это готово к этому уровню, какой-то, я прям вижу тебя вот какой-то другой, ну не знаю насчёт шляпы, но как бы вот вижу вообще какие-то вот другие энергии. Как вино, вино 42-летнее. Да, потому что ты вроде и близкая, и в то же время, ну как бы мы все чувствуем дистанцию, а как бы, ну не знаю, не знаю, насколько надо ещё дистанцироваться, или какое-то такое ощущение, но мне радостно, если получится быть вот как ты хочешь, такой немножечко как бы, да, другое, немножко там такой плавный, ну нет, неблагополучное, какой-то, ну какие-то эти слова, не понимаю, то есть какой-то, ну, короче, я не знаю, может, ты бы всё почувствовала, конечно, в общем, я очень тебе благодарна, и надеюсь, что мы встретимся вновь. Угу. Благодарю. Благодарю. Вот я и хотела сказать, что я вот так благодарна Богу, что я сюда попала и увидела то, что я в себе не видела. У меня нет проблем с возрастом. Я всегда так считала, что я в себе не видела. Ну, на самом деле, ну, оказывается, то есть я сейчас понимаю, даю себе это, да, что я боюсь, боюсь нести, но я как будто себе денег месту, да, уже вот это возраст. То есть я вроде бы нет, а фигушки я, да, и как будто бы я не имею права быть там, где молодые, энергичные, там, интеллектуальные гораздо круче, ну какие-то, да. Я понимаю, это херь, но она же у меня есть. То есть я здесь вот настолько, у меня такая благодарность всем, что меня приняли, что со мной, ну как, ну приняли, да, все. Я, конечно, я вот заскочила бы, да, я о тебе только знала то, что ты материшься и всех разгоняешь. Я думаю, блядь, скол. Нет, там просто чайник. Да, 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 да. Я же уже меньше матерюсь, ну скажите. Вот, да, да, да. Совсем мало. Ну я уже меньше матерюсь. Вот. Не надо меньше. Вот до этого да и доходит. Не надо меньше, да. Да, доходит. Вот здесь вот каждая расстановка моя. Я вот всех благодарю, их все принимаю. Я не буду, ну вот, как бы, да, вот. Каждая моя. Спасибо, что вы меня принимаете и все поддержали. Вот, вот. Оля, спасибо, что приютила. Юля, спасибо, у тебя такие классные подушки, я везде езжу со своей подушкой, я даже ее принесла из машины, просто везде, здесь смотрю такие подушки, и она у меня в сумке лежит, не надо вытаскивать, постельную я не возжу с тобой, а подушку блин. Спасибо, спасибо большое, халаты это просто, это должно было сказать, еще хочу сказать, я брату написала, и написала братишка, я тебя люблю, а он говорит, ну реально неожиданно, сейчас будет неожиданно, я говорю, я тебя люблю, реально неожиданно, ну и там такой разговор, он говорит, да нормально, ну все как бы хорошо, А еще я, девчонки, ну я сама бабушка, у меня уже взрослые внуки, да, и я позвонила, я первый раз сегодня маме сказала, позвонила, сказала, вот я даже говорила, мамы, я тебя люблю, я не могла так сказать, у меня язык не поворачивался всю жизнь, ну как бы. А еще я боялась всегда мне уснуть, ну вот я же тебе говорила, вот это, понимаешь, вот это детское, вот это убеждение, что мне мама скажет, ну я же тебе говорила, что вот так вот надо, вот, да. Она говорит, да, я тебя тоже так люблю, доченька, так, ну и все, мы просто поговорили, не было никаких этих. А на маминой расстановке я моментально уснула, так что нам туда дорога, нам туда еще так. Мне довелось пережить то, что у меня мама умерла на руках, и так получилось, что я ее сама обмывала, сама некому было. И мы с вашим братом одевали маму, ну, когда она умерла, и сами ее уложили, вот, да. Ну, в гроб там уже ребята переложили, но мы уложили на доску. И вот, вот эти вот вещи, вот за этим меркнет все, вот, то есть, боже упаси, ценить надо то, что есть сейчас, какая бы она ни была, это мама, да, чтобы она там не творила, прям каждый день, мама, я тебя люблю, потому что ценить начинаешь, правда, иногда слишком плавно. Вот, поэтому, спасибо, что вы слушали. И хочется добавить, а когда-нибудь вас обмоют и положат в гроб. Поэтому начинайте ценить себя и свою жизнь вовремя, не откладывать это на послезавтра и прочее-прочее. Вот. Юля, я очень благодарю тебя за то, что я оказалась здесь. Благодарю пространство всех ребят за возможность увидеть себя в разных частях. Все истории были просто про меня. Мне, конечно, немножко жаль, что я не была заказчиком, но я посмотрела на эту ситуацию, как на то, что в данную минуту, как ты сказала, ну, Бог так решил, что вот мне так нужно. И я пришла с запросами, они у меня уже начали прорабатываться, и один из них вот с весом, да, я заявила, что хочу постранеть, и вот все два дня меня чистила, отпустила. Приезжайте к нам на расстановку. Моментальный результат гарантированно. Да, ну вот запрос начал, вот просто, да. Просто, потому что слышала, что пурген вот этот класс, и все это в еду. Я думала, что, может, я травку выпила какую-нибудь, ну, грибы. Вот, и сегодня, когда меня Света выбрала страданиями, меня отпустила. Ну, вот это же не просто так. Я очень много взяла с этого тренинга, я его называю тренинг всей истории, особенно вот эта королева драмы. Это вообще теперь я беру себе, потому что у меня мама королевы драмы, ну, такая же, как я. И я в себе увидела эту королеву драмы. И у меня в данную минуту мама как раз пытается со мной, ну, вот эти вот истории поднять. У меня будет продолжение, как из этого выйти. Я теперь знаю, что просто помогает любовь. Вот, и я благодарю тебя за то, что ты вообще вот это все делаешь. И у меня появилась новая цель, да, новое желание прийти к тебе заказчикам. Вот, я очень надеюсь. Я прошу команду, чтобы вам скинули специальные условия на тренинг. Скинули? Скинули, да. О, Александр заработал. Я смотрю, Александр заработал. Я очень сильно благодарю Бога и пространство за то, что я сюда попала. Реально, мой муж знает, как я себя хотела. Я очень благодарю за то, что я прикоснулась к каждой из вас, потому что здесь такое мощное поле, такие мощные люди. Вот просто каждый по-своему, каждый мощный. Я понимаю, к чему мне стремиться, до чего мне расти. И я очень благодарна, что я, ну вот, хоть чуть-чуть со всем этим соприкоснулась. Я очень благодарна тебе. Ты мне так подсветила все это, это просто вообще. Это очень за июнь. Это вот, когда надежда убирает, ты видишь человека, который на другом уровне, ну вот просто тебе все подсвечивает. Ну это мощно прям. Я даже и говорить не могу, я им. По поводу своей расстановки, ну конечно она мне не понравилась. Не, ну я-то в сих пор молитву. Ну что думаю за говно-то такое вообще. И приезжайте к нам на расстановку. Но очень сильно подсветили другие люди, особенно Оля Мигеладзе, потому что я увидела, как поменялось ее отношение. Ну то есть я не замечала отношение перед, но я заметила отношение после. Ну не то чтобы отношение, а вот какая-то энергетика, которая лицом повернулась, повернулась к этому человеку, она мне прям подсветила. То есть в те моменты, когда я говорила себе внутри или ощущала, что всех нормально расставили, у меня опять говно какое-то. Подходит Оля и говорит о своих каких-то инсайтах. И я такая, наверное надо что-то померять в голове, а что нет своей расстановки. И очень сильно меня докрутила история. Ани, ну зачем я сюда вышла? Я же вышла ее изместителем. И то, что я трансформировала в своей... Катя. Катя, да? Катя, да. Катя, Катя. Извини. То, что я трансформировала в своей расстановке, вот да, что Оля говорила. Я очень сильно докрутила в Катиной расстановке, когда я приняла, получается... Прадеда. Ну вот это вот... Вот ты человек-анализ, короче. Вот это вот... Дьявол, дьявол, дьявол. Дьявол пока не принят. Он будет принят, термоглотка. Я очень почувствовала разницу, да. И, конечно, я хочу сказать спасибо своему мужу, который меня поддержал и приехал сюда со мной, потому что, ну, наверное, было бы по-другому, если бы он приехал. Поэтому спасибо тебе, любимый муж. Ну и я, это понятно, это огромная благодарность. Да, все-всех Хадарцева. Все-всех Хадарцева. Я хочу сказать, что ты для меня... Спасибо, Анечка. Я хочу сказать, что ты для меня действительно, как я всем говорю, наверное, очень мощный учитель. Учитель, который трансформирует меня в такую вот твердолобую со звездой в голове, там, я не знаю. Человек, который влияет на судьбу людей. Человек, который трансформирует, мощно трансформирует. Я причем знаю очень большое количество примеров. Людей, которых ты поменяла, поменяла своими расстановками мощными, своим каким-то уникальным подходом, уникальным методом. Я иногда на тебя смотрю и думаю, блин, даже после обучения ты нас обучалась, ну, блин, ну, круче. Ну, нет расстановщиков, потому что я это искренне считаю. Как к тебе приходит информация. Как ты реально все вот это вот закручиваешь тут. Как ты здесь варишь борщи, щи, не знаю, колдуешь, что ты делаешь. Но это действительно идет от Бога. И я в тебе это вижу. Я тебя очень сильно люблю. Я благодарю эту планету, вообще этот мир за то, что нас свели с тобой. И ты не просто для меня, Юлия Хадарцева, а ты что-то большее. Спасибо, моя. Ну, глупо.